Каждый год в последнюю пятницу ноября в GTA Online начинается крупная распродажа самого топового транспорта. То, на что вы долго копили, но всё никак не могли себе позволить, прямо сейчас продаётся за полцены. Долгожданная чёрная пятница в GTA Online. Поехали! Прямо сейчас сумасшедшие скидки на прокачку доступны в моей группе по накрутке в честь Чёрной Пятницы. Причём не только на ПК, но и на консоли PlayStation 4 и PlayStation 5. Успей прокачать своего персонажа на 100% перед зимним обновлением, дабы ни в чём себе не отказывать. Наша гарантия качества — это тысячи довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. К тому же сейчас особо нет очередей, заказы выполняются очень быстро. Ссылки в описании. Для начала хочу задать один вопрос. Рокстар, какого хуя? А почему в 2020 году в Чёрную Пятницу скидки доходили до 70% практически на всё? Сейчас же максимум это всего лишь 50%, причём на один и тот же транспорт. На фоне этого Чёрная Пятница не кажется каким-то уникальным событием, ибо подобные скидки в 50% мы видим каждую бонусную неделю. Тем не менее, тот транспорт, который ближайшие 3 дня будет продаваться по скидке, редко когда можно урвать по таким ценам. Поэтому какой-никакой толк в Чёрной Пятнице всё-таки есть. Да, время действия скидок ограничено всего лишь 3 дня с 25 по 28 ноября. Окей, пойдём по порядку. Скидка в 40% действует на самолёты Люксор и Люксор Делюкс. И то, и то, полная шляпа. Обычный Люксор можно спокойно стырить с аэропорта, а золотой, ну сами понимаете, точно такое же говно, но стоит уже в 10 раз дороже, и всё, чем отличается, это окраска и возможностью выпить шампанское на борту. Далее, точно такая же скидка в 40% на вертолёты Свифт и Свифт Делюкс. Ситуация аналогичная, эти вертушки покупать никому не советую. Стоят бешеных денег даже со скидкой, а по сути из себя ничего не представляют. И если уж хотите себе вертолёт, лучше поднакопить и приобрести хоть и старый, но проверенный временем боевой бузард. Чисто фановый D-классис Крамджет. Машина с педигонщика со скидкой 50%. Кто не в курсе, у тачки есть ракетный ускоритель, возможность подпрыгивать и, само собой, самонаводящиеся ракеты. Единственный минус это какая-то нереальная тяга к воде, где бы вы ни были, в конечном итоге Крамджет будет утоплен. Скидка в 50% на Авенджер. В своё время безумно полезный, сейчас же многими забытый. Можно использовать как одноместный гараж, есть мастерская Марк 2 оружия, можно кастомизировать определённый боевой транспорт, но, к сожалению, для его покупки нужна подземная база. Это дополнительные траты. В общем, решайте сами, я бы, конечно, взял, но понимаю, что кошелёк не резиновый. На очереди скидка в 50% на Тореадор. Одно из лучших предложений этой Чёрной Пятницы. Тачка безумно крутая. Во-первых, она нереально быстрая, есть что-то типа ускорителя. Во-вторых, имеет очень хороший держак. В-третьих, обладает бесконечным запасом ракет. В-четвёртых, умеет плавать. И в-пятых, Тореадор сам по себе довольно крепкий. Выдерживает пять самонаводящихся ракет и только на шестой взрывается. В общем, за миллион восемьсот тридцать тысяч долларов эта машина настоящий мастхэв. Опрессор Марк 2 со скидкой в 50%. Несмотря на фикс в последнем обновлении, мотоцикл по-прежнему является одним из лучших транспортных средств в игре. Единственный минус для установки самонаводящихся ракет нужен террор байт. Стоит он немало. В любом случае, даже без ракет, Опрессор Марк 2, наверное, лучший вариант в игре для быстрого перемещения по карте. Скидка в 50% на первую версию Опрессора. К сожалению, мотоцикл стал, по сути, бессмысленным после выхода второй версии. Не спорю, он куда интереснее в управлении. С ним можно поиграться, повыполнять трюки. Но если у вас последние деньги, я бы не стал их тратить на этот транспорт. Далее, огромный самолет Алконос со скидкой в 50%. Смысла в его покупке я не вижу, приземлиться куда угодно на нем не получится, занимает полностью весь ангар, стоит довольно дорого. Лучше потратить эти деньги на импонты Делюкса, ведь со скидкой в 50% это отличное предложение. Делориан из реальной жизни, который, как и второй Опрессор, умеет летать, есть самонаводящиеся ракеты, да и выглядит довольно круто. На очереди скидка в 50% на Чернобог. Данный транспорт появился в игре в 2017 году, и, честно говоря, с того момента я как-то толком не нашел ему применения, поэтому покупать его не советую, хотя сколько людей, столько и мнений. Последний боевой транспорт этой чёрной пятницы, Руйнер 2000. Даже со скидкой, честно говоря, стоит довольно дорого. По-своему атмосферное авто, можно прыгать, раскрывать парашют, пускать ракеты, в общем, в каком-то смысле уникальная машина, ибо, ну а где ещё есть парашют? Но опять же, какой-нибудь Тореадор, как мне кажется, будет поинтереснее, по крайней мере он не взрывается от одного выстрела РПГ. Далее скидки в 40% на два суперкара, Пегаси Тореро Иксо и Бенефактор ЛМ87, а также на один спорткар Бенефактор СМ722. Тут решайте сами, но если вам интересно моё мнение, я бы взял только Тореро Иксо. Очень красивый суперкар, да и плюсом ко всему, отлично показывает себя в гонках. Кригеры и Эмирусы это, конечно, хорошо, но и Тореро Иксо может спокойно им дать прикурить. Предпоследнее это скидка в 50% на все аксессуары для Пинхауса. Кто ещё не обустроил свой уголок, Велком сейчас лучшее время, чтобы этим заняться. Ну и последняя скидка в 50% на супер яхту Гэлакси, на все улучшения и модификации для неё. Яхта это, конечно, круто, но поверьте, толку от неё мало, спустя пару дней вы её забудете, и она просто одиноко будет стоять в океане. Вот такая чёрная пятница, пишите в комментариях, будете ли вы покупать что-то по скидкам. Прошлый ролик привёл 240 новых подписчиков, к сожалению, маловато, ожидал большего, уверен, Серёга и Никитос до сих пор не подписаны. Чуваки, оформляйте подписку и добро пожаловать на канал. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдёте в описании, самое главное и активное из них это само собой Телеграм, ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok